Виктор Михайлович 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 именно в этих корпорациях, но есть и вещи, такие, которые все-таки должны работать на экономику, более, наверное, рационально. Мы знаем, что не везде эффективно пользуются этим ресурсом. А вообще речь идет о полуприватизации, либо все-таки у государства останется? Да нет, абсолютно нет. Наверное, все понимают, что у нас просто умница президент, трезво понимает, что это в руках его экономическая дубина, политическая дубина, экономическая, и прежде всего, наверное, еще и на международном уровне мы этим орудием пользуемся. Это его инструмент. И он не выпустит его до конца из рук, чтобы сегодня, я думаю, нельзя отдать газ полностью чьи-то руки, да, и завтра президент не имеет шанса влиять на политической арене. Ну, сопряженная экономика с политикой. Мы три раза понимаем. Нефть отчасти. У нас есть часть частных компаний. Пожалуйста, работайте на этом рынке. Мы разрешили зайти и на газу, и на газе, и на нефть, и еще что-то, да. Но должны остаться и рычаги у государства, где мы можем получать сверхприбыли и закачивать их в социальную схему государства. В то же время, понимая, что мы можем больше получать прибыли, когда появится частный хозяин, конечно, это надо сделать. Ну, вот я бы в той части, которая касается приватизации, конечно, такие сферы отдал бы на рынок. Рынок отдавать те сферы, которые не влияют на безопасность страны. Отдавать надо. Однозначно. Виктор Михайлович, вот на примере... Чиновник не может быть до конца эффективным, распоряжаясь государственными, народными деньгами. Ну, вот на примере вашей компании РЖД, в которой вы посвятили большую часть, ну, огромную часть своей жизни. Вот давайте представим, она полностью в частных руках. Вот еще в прошлом году возникала проблема не только в Хакасии, но и по всей стране, да, передвижение тех же междугородных электричек, пригородных, да, электричек. Пригородных перевозок. И если бы не волевое решение президента, то есть мы бы до сих пор их не имели, да. Вот в данной ситуации отдали в частные руки. И что дальше? Она не в частных руках. Главный акционер все равно государства. Не отдали. Почему такая есть дисциплина? Слушается сразу президента, да? Ну, потому что есть основная доля, это государственная доля. То есть она остается? Остается. Остается. Ну, я думаю, даже вопрос не в пригородных перевозках, да. Это безопасность страны. Критерии, которые, по которым критериям идет оценка на, в рамках безопасности этой отрасли, это самая важная отрасль. Перевозка войск, перевозка опасных грузов, дислокация, передислокация и многое-многое, что и другое. И мы знаем даже самое страшное, чего боялись западный блок, это ракеты, размещенные на железнодорожном ходу. А мы к ним возвращаемся. Конечно, это государство должно быть. И рычаги, я больше чем уверен, президент и верховный главнокомандующий для себя оставят. И у нас есть и Совет Безопасности, и министр обороны, которые видят, смотрят, следят за этими вещами. Ну, есть много там отраслей, которые могут выйти на рынок. Но главное, пути, движение, формирование идеологии должно остаться за государством. И там останется. Ну, а другие отрасли, нефтедобыча, газодобыча, конечно, должно быть в какой-то дифференциации поделено. И влияние, конечно, тоже государство надо оставить. Мы трезво с вами понимаем, кто нас защитит. Кто завтра защитит пенсии? Скорее не бизнес, конечно. Да, не обижая никого. У бизнеса, ну, это каждая личная составляющая, о чем я там говорил, семья, вот личные амбиции. Прежде всего он думает об этом, потом уже думает в какой-то мере о безопасности государства. Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, давайте все-таки вернемся ближе к нашей любимой Хакасии. Второй год уже непростой. Шестнадцатый, говорят. Ну, и, в общем-то, есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году именно в нашей республике? Может быть, какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий бой, да? Ну, это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее. В таких ситуациях мы сами видим, что происходит в центральной власти. Мы видим, как формируется быстрое мнение общественности. Я тоже являюсь частью общественности. Правда, не надо разделять. Мы тоже на местах живем, как любого члена общества, и имеем право суждения о тех или иных структурах. И я должен тоже быть честен и говорить. Я не очень доволен работой сегодня тоже в федеральном правительстве. Ну, зачем нам такие было создавать долги? Ну, зачем вы нас держите в таких долгах? Мне непонятно это. Как главе республики, как человеку... Главная проблема сегодня для Хакасии. И не мы ее создавали в Хакасии. Я не хочу оправдания для себя искать там, да? Мы трезво понимаем, что мы формировали затратную часть, исходя из позиции центра. Вы смело человеку сейчас открыто критикуете федеральные власти. Нормально. Человек, я об этом и там заявляю, и просил, давайте эти шаги сделаем. Сегодня. Я знаю, что сложно. Очень сложно. Нет денег. Вроде нет денег совсем. Но мы сегодня такие деньги платим за проценты, за кредиты. Мы кредиты брали, не дырки зашивать свои. Мы брали, выполняли те установки, которые были в центре. И свои. Мы выполняли социальные обязательства перед населением. Мы их выполнили, честно, как могли. Взяли кредиты, все закрыли, сделали. Случился кризис. Не поступили дополнительные ресурсы в бюджет. Мы, в свою очередь, республика Хакасия, какой бы тяжелый ни был, 15-й год, мы нарастили налоговую базу. Почти на миллиард добавили. Для нас это были грандиозные деньги. Но нам не хватает. Мы за три года потеряли почти 12 миллиардов. Каждый год мы на 6,5 миллиардов только за один год провалились. А нагрузки дополнительные на социальные обязательства поимели. Где их взять было? Конечно, взяли кредиты. А вообще нет вопроса о реструктуризации долга? Вот на федеральном уровне. Да я об этом, Борис, вот вы когда сказали, что я безумно смелый. Да при чем тут смелый? Это единственный выход. Ну давайте, мы предлагаем. Я думаю, что Хакасия единственная в этом ряду. Давайте разошьем все. Я думаю, вся страна в такой ситуации. Сейчас уже больше 40 регионов под 100% идем. Но мы теряем. Мы теряем те деньги, которые могли бы вложить в развитие. Нужно решить это сразу. И не платить, и не выбрасывать эти деньги. Системно, для всех. Для всех. Но давайте приостановим. Мораторий наложим. Просто мораторий. Договоримся с банками. На три года говорим. Не вспоминаем об этих долгах. Все. Гарант государств. Я бы так поступил. Если банкам хотите помочь, дайте нам деньги, мы отдадим банкам. Мы отдадим долги. Закрыли. Процедура простая. Но расшивать надо историю. Дальше, понимаете, почему такая уже часть агрессии. Через полгода еще хуже будет. Просто хуже. Мы проедаем заработанные деньги. Так нельзя. Мы могли сегодня отдать их в экономику. Создать больше фермеров. Еще создать больше продукции. Выйти на рынки. Переработать ее. Рабочие места открыть. Мы можем в своей среде жить. Рубль не выпускать. Как мы всегда поняли закон. Надо главное не выпустить рубль из республики. По кругу пропустить. Идея, по-моему, своего правления об этом говорит. Вот это главное. В том плане, что мы должны создать другую экономику. Прямо другую сегодня. Виктор Михайлович, спасибо большое за эти ответы. Но вот у меня такой вопрос еще возник к вам. Вот присутствовала на последнем заседании правительства, либо первом в этом году. И вот вами было сделано такое заявление, что да, год сложный. Нужно всем, как говорится, собраться и работать вдвойне, в общем-то, да. Не потерпите вы там слезы, сопли, что называется, да. Может быть, таким простым языком сказать. И первое китайское предупреждение уже кое-кому сделано. Вот я, может быть, конечно, сверхлюбопытна, но неужели есть кандидаты на вылет уже в этом кабинете министров, либо на ротацию какую-то кадров. Потому что, ну, может быть... Очень красиво руководителю заниматься тем, что он кого-то пугает, и в то же время пиарится перед населением, что, наверное, скоро кого-то уволю, что еще что-то. Ну, плохо тот руководитель, который не может заставить другими методами работать в своей команде. Но приходит время, когда ты тоже должен быть честен. с теми, кто тебя избрал. Если я вижу, что кто-то не тянет в этой ситуации, я должен принимать это решение. Как бы я не любил этого человека за прошлые заслуги. Но ситуация складывается так, что в новых условиях человек по-другому работает. Он чего-то боится. А здесь еще эпизоды были, мы знаем, с чем связаны, да. Некоторые попали под уголовное преследование. И на фоне этого остальные просто в тормоз встали. Да, честные абсолютно люди. Но они боятся принимать решения. Неординарные решения. Не всегда, наверное, отвечающие букве закона, на первый взгляд. Но в чем и ценность из руководителя? Ну, не хочешь рисковать, уходи. Без риска не прорвемся. Мы должны находить сейчас такие пути решения, неординарные. И только сильный руководитель способен рискнуть. А не закрываться тем, что у него есть ответственность перед супругой, еще кем-то. Наберись ответственности чуть выше. Вот здесь должно сработать, как раз, знаю, называется, амбиции. Вот тут амбицию, пожалуйста. Моя роль как руководителя, ну, наверное, где-то от счастья защитить. В этой счастье руководителя от поползновения иногда несправедливых требований к ним разных фискальных органов. Договориться. Попросить отсрочки на какой-то период. Ну, дайте нам вот сейчас выполнить пункт. Мы потом, потому что иначе не выживем. Жизнь поменялась. Вы видели, как сложность стала. За два года абсолютно другой. Нет кредитов, нет ресурсов, нет инвестиций. Много чего. Нет, 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 нет. Мы должны найти пути, чтобы... Ну, во всяком случае, Хакаси надо искать. Это процесс. Это экономика, это политика. Если ты не готов к этому, не мучай народ. Я считаю, это справедливо. В той части, да, возможно, я думаю, по февралю будут приняты решения. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. В очередной раз надеюсь, что это войдет в практику. Мы будем регулярно видеться и давать нашим зрителям возможность слышать вас. Спасибо за честные вопросы. Второй год уже непростой. В 2016-й говорят, ну и, в общем-то, есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году именно в нашей республике? Может быть, какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий был, да. Но это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее. Все хотят жить нормально и сейчас. Но для этого и нужно находить сегодня те моменты, почему мы все кинули сейчас на расшитие и логистические схемы по нашему новому месторождению. Мы говорим и не просто о добыче сырьевых ресурсов. Мы сегодня говорим с нашим партнером с Русалом. Вы сейчас имеете в виду Оршановские разрезы? Да, я имею в виду. Это угледобыча сама по себе, это сырье. Оно не даст нам полной отдачи в перспективе. Хорошей, я имею в виду. Мы сегодня говорим уже с нашим партнером. И на Красноярском форуме мы будем делать презентацию. Это углехимия. Мы вышли с Олегом Владимировичем Дерибаской на президента. Я письмом Олегу Владимировичу встречи. Сегодня у нас есть резолюция президента. Я уже получил официальный ответ. Наша инициатива расписана на уровень вице-премьера Дворковича. В Красноярске мы будем обсуждать уже за круглым столом с наукой и с правительством. Второй этап развития нашей угольной отрасли по переработке угля. Для нас важно. Но вроде, знаете, сегодня рубль не придет. Наоборот, надо думать об инвестициях еще, да? Но и завтра надо жить будет. Я отрезок понимаю. Через 3-4 года мы получим новое производство. И уже говорить можно о другой экологии и о многих других вещах. В то же время, этими шагами сегодня хлеба не поешь. А чем же сегодня поешь? Вот именно в этом году хотелось бы понять. Прежде всего, мы должны привлечь несколько миллиардов инвестиций. Что такое инвестиции? Это деньги. Те, возле которых все встанут. Строители. Возле строителей сфера услуг. А возле сферы услуг все. И тоже сельское хозяйство. Это население кормить надо. Надо получить несколько миллиардов инвестиций. Дополнительно. По транспортную инфраструктуру. Для нас расшить ситуацию по логистике. Второй выход через реку Абакан. Получить в рамках безопасности наших стратегических предприятий. Саяно-Жужинская ГЭС, Майинская ГЭС, алюминиевого завода. Потому что мы, как хромоножка, на одной ноге стоим. Через тот мост железнодорожный. Который уже. Конечно. Он не очень-то у нас, да. Благонадежен такой. Плюс мы не можем через эту инфраструктуру вывести дополнительно 20 миллионов тонн угля. Мы не вывезем. Мы сейчас там развиваемся. Мы очень интенсивно идем. Но мы через 2-3 года встанем. Это будет коллапс. Нужно инвестиции. Инвестиции любого плана в нашу экономику. Независимо. Все думают, что обязательно нужно развивать индивидуально. Если упадет в жилье, вот только жилье появится. Неправда. Получим деньги в логистику. 2, 3, 4, 5 миллиардов. Эти деньги автоматом зайдут во все сферы экономики республики. Почему мы сегодня живем? 15-й год лучше жили, чем все остальные. Мы получили дополнительно почти 6 миллиардов инвестиций. Воинский городок. Строительство. Строительство. По строительству получили. Ну, даже беда сработала на нас. Мы получили еще 3 миллиарда 800 миллионов на инвестиции. 3 миллиарда только в стройку. И 800 миллионов разошлось. Прямо в руки раздали людям деньги. Это тоже была большая работа. У нас общество, как правило, выискивает в этом другое зерно. Но все плохо, все плохо. Почти полторы тысячи домов. Что там одного жулика поймали? Так это мы поймали. Мы с него спросим. Ищут сейчас. Ищем его и найдем. Мне же жалко, что пострадали часть строителей. Но что же эти строители-то не платили налогов? Как они без договоров работали? Вот я не хочу им сейчас претензии предъявлять, да, как руководитель. Но мне так обидно. Они детям не выплатили ни одного рубля. Я в какой мере веду? За эти рубли мы построили садики, содержали бы воспитателей, построили бы дороги. Но только их нужно вот так расшифровывать. А не налоги. В общем. Лекарств не дадали пенсионерам и нуждающимся через это. Почему вы? Они же своровали деньги. Прямо воровали их. Когда беда случилась, приходят опять во власть, у которой украли деньги. Помогите. И еще виновными выставить кого-то. Да я терпения набрался. Дал команду опять правительству. Помогайте. Даже этим жуликам помогайте. У них семьи есть, еще что-то. Потому что им часть денег не доплатили. Но когда они получали сверхприбыли, мы руки пожали. Что же это понимание такое в жизни-то? Руки пожать. С государством так никто не говорит. Требуют прям по закону. Руки-то жмем через закон. И почему у вас договорных отношений нет? Если в договор, то нужно налоги платить. Плохо договорились. Ну, можно возвращаться от одной проблемы к другой. Нужно было говорить больше, наверное, об экономике. А что же мы получили? Мы закрыли беду. Правда? По всем критериям. Мы дали людям отличнейшее жилье. Просто бы никто. Мы бы десятилетиями, республика себе бы не смогла позволить. Да, конечно. Тысячу триста с лишним домов построить. Новые деревни, школы, все эти вещи. Инфраструктуру, водопровод подвезти. Да мы за 10 лет столько не сделали водопровода по разным программам. Сколько сделали за одно лето? Сколько рублей пришло в экономику республики? Сколько у нас сфера услуг получила? Магазины, те, кто материалы возили. Арматуру выпускали. Там столько сопутствующих вещей. Никто не обсуждал. Я не потому, что нужно хвалить каждый день губернатора, как он добивался этого. Там все правительство работало. Владимир Владимирович, ну все помогли нам. Вопрос в другом. Ну, стать чуть образованнее в этой части, как живет экономика. Вот понять ее, расшифровать, промотивировать, разобраться. В конце концов, сколько мы все с вами получили преференций в регионе. Это вот второй пункт, Виктор Михайлович. Если вернуться к нашему вопросу, да, вот основные посылы на этот год. Первый – это, конечно же, решить вопрос с долгом. Каким-то образом, я думаю, что, наверное, вам удастся с вашей энергией это сделать. Второй момент – это, да, инвестиции глобальные. И что третье? Вот ваше сельское хозяйство любимое, вот ваша любимая тема. Вы будете делать ставку на него в этом году? Или оно будет как… Ларис, сейчас скажу честно. Вот просто честно-честно-честно называется, да? Не потому что любимое. Ну, чуть-чуть знаю его. Чуть-чуть разбираюсь. Искренне говорю. В каждом деле должен быть глубоко мыслящий профессионал. Оттуда надо брать их, слушать, учиться и помогать профессионалам. Не потому что я только декларирую. Я как политик декларирую. Я трезво понимаю, что от этой сферы прям зависим все мы. К чему мы ходим? На чем мы ездим? Какое у нас здоровье? И экономика республики самое главное. Прям экономика республики. В голодном регионе никто не будет жить и работать. Этот фактор всегда будет всем мешать. У нас нет на прилавках, у нас нет своего. Когда свое – это комфорт, это уважение к территории, это уважение к себе лично, к личности. Ты хвастаешься тем, кто к нам в гости приезжает. Пошли на наш рынок, пошли в магазин. Ты посмотришь. Вы довольны своим детищем рынком? Смотрите, какие у нас цены. Это каждый в себе несет. Это не только я и вы, которые, мы, может, чуть больше знаем по роду службы. Любой человек на своем уровне где-то чувствует. В то же время мы знаем минусы. Что есть. И с ними надо бороться. Это влияет на жизнь. Это влияет на инвестиции. Никто не придет. Будем мы давать сельскому хозяйству в этом году? Республика. Будем. Не просто будем. При всех тех сложностях нельзя ни в коем мере уменьшить финансирование. Знаете, почему? Мы потеряем все то, что сделали раньше. Потому что крестьяне, так же, как и любой бизнес, взяли кредиты. И они шли по ясной для них программе. Я имею в виду программе поддержки. Они трезво понимали, что им помогут. Каждый год вот такие-то субсидии. На технику помогут. Процентную ставку погасят. И получается. Виктор Михайлович выходит в эфир и говорит, тяжело. Вы же видите, что происходит у нас. Экономики нет, налогов нет. Мы уменьшаем вам. Пропорционально, как всем. Они больше всех пострадают. Мы все, что вкладывали этими ранее годами, мы это потеряем. Они рухнут за год. Это другая абсолютно отрасль. Там же живые существа. А их нельзя поставить на отстой. Законсервировать. Как некоторое производство, да? Провели консервацию и стоит. Корову не поставишь на консервацию. Поросенка, не знаю, курицу. Она должна кушать. Ее надо содержать, лечить. Она должна плодиться, воспроизводить себя. У нее идет жизнь, она умирает. Понимаешь, даже вот по естественной смерти она уйдет. Ее не поставишь на консервацию. Там нужен ресурс, как минимум, тот, который был. А как норма, каждый год увеличивать надо, потому что мы растем. Больше фермеров становится, больше земли пашем, больше производим. Значит, это все нужно субсидировать. То есть процесс должен с нарастанием идти. Почему я сказал? Только, ну, как минимум, сохранить бюджетную составляющую по сельскому хозяйству. А будучи разумными, честными, справедливыми к своим крестьянам и к сельчанам и к переработчикам, нужно увеличивать. Виктор Михайлович, хотелось бы, конечно, уже время в наше подходит к концу, но хотелось бы закончить чем-то таким позитивным. Этот год вы объявили годом матери. На самом деле, мне кажется, каждый год можно объявлять годом матери, потому что это настолько широкое понятие, начиная от родной мамы, заканчивая родиной матерью. Но почему именно этот год? И мне бы хотелось немножко выйти за рамки, может быть, официального, а перейти немножко на личное. Я понимаю, что большинство политиков терпеть не может эту журналистскую манеру, но, тем не менее, насколько мне известно, ваша мама жива, и она сейчас рядом с вами. Может быть, это как-то с этим связано, что именно в Хакасе этот год-год матери? Я очень рад и благодарю Господа Бога, что мама со мной, жива. Маме 87 лет, в девичестве была Кемф Марта Карловна. Она Марта Карловна и осталась, она немка у меня. Я очень горжусь. Горжусь не тем, что она просто немка-немка-немка, в том плане, что горжусь тем, что она воспитала нас с каким-то маленьким другим укладом, более требовательно. Как и все матери, очень любила и любит нас. Но в то же время всегда такие критерии к нам предъявлялись. Ну, мы должны были как-то что-то делать в этой жизни. Работать. Самый главный критерий был... Я все трудолюбиваю очень. А, это работать, главный скандал в семье всегда был. Если кто-то богаче живет или меньше работает, у тебя муж там, вернее, меньше работает критерий. Ты должен так же работать, ты должен принести больше. Но это одно, а второе, другое есть. Не самое главное, это другое. Ты не имеешь права быть плохим к своей семье. Вот там было всегда требование, и сейчас оно. Всегда права невестка. Всегда права невестка. А так ведь и есть на самом деле. Вот знаешь, она, конечно, любит родного сына. Но замечание сразу было, ты не прав. Ты дал слово, ты взял за себя женщину, она тебе родила детей, тебе рожала. Она всегда видела, тебе родили детей. Вот этот критерий всегда мама нам как-то навязывала. Остальное, конечно, было очень много, много, много других, может, вещей. Но было и то, что я почему выделил там национальность. По понятным причинам мама здесь оказалась. Ее сослали. Ну да, сослали. Сослали. Она была ребенком, она никого не предавала. Ни государства, ничего. Мы знаем, в 41-м году немцев выслали. И моя мама попала в Сибирь девочкой. Я почему готов в две нормы пахать. И почему, наверное, вы видите, что я уделяю очень большое внимание титульной нации. Они прямо спасли мою маму. Она выжила. Они переехали без ничего сюда. Их было пятеро детей. Одна бабушка. Мама была самая старшая почти. 13 лет ей было. Остальное. Дяя Костя была самому младшему. Две недели. Вот 6 сентября их... А, он родился со мной в один день. 23 августа только 41-го года. А 6 сентября их посадили в скотовозы. И полтора месяца везли до Сибири. Потом баржами через Денисей сюда. Не все доехали по понятным причинам. Я не буду говорить о тех условиях, в которых они ехали. Я говорю, ну это моя мама, мне все равно обидно за наше государство, что мы могли со своими людьми так поступить. Ходили вместе в туалет, потому что не было. Останавляясь на перегоне. Это много-много что есть, но ни разу в жизни... Я это узнавал, знаете, из каких-то таких тайных разговоров. Ни разу в жизни мне мама не сказала, что нельзя любить это государство. Ни разу. Ни разу немцы не критиковали власть. Ни разу. Они все равно любили это государство. Это было их государство. А вторая часть этой жизни, это вот уже Сибирь, Хакасия. А отец, конечно, сибиряк, казаки. Вот такая контрастность. Мы с Кавказского, вот рядом, Константинский район, где отец, где вся моя родова была. Второй дед, невеликий тут секрет, был секретарем горкома Черногорска. Дорос там до начальника шахты. Ну все отсюда. Все здесь. Вот эта часть, контрастная семья такая, прям разные были, папа и мама. Большой контраст, папа прямо русский, все отдаст. Да, всех любил. Мама немка идентичная. Мама нет в части того, что семья, защита, забор, дети, мое. Ну вот такая маленькая разница. Но Хакасия спасли мне мать. Вот прям Хакасия. Не то государство в то время, которое было, отношение, вернее, власти к ней, да. Их отсылали сегодня не для того, чтобы они выжили. Я это трезво понимал. Но они ни разу не пожаловались. Само хакасия отсылали. Да. И высылали. Без отца. Отца в трудармию забрали. Он пришел в 55 лет, умер. И вот можно много накладывать. Я сейчас не то, что только про свою маму. Я думаю, у каждого есть своя история, как нужно любить маму, как через эту призму, наверное, прежде всего, правильно ты сказала, что... А вот уже и государство тоже мама. Да? Родина-мать. Ну, как без мамы? Я не знаю. Ну, консолидация возле мамы. Пока мама жива, я очень хочу долгих-долгих лет. У нас такая сильная семья получается. Я знаю точно. И каждый у меня со мной согласится. Пока живы родители, дом отче, да, есть семья. Конечно, нужно сделать все, но постараться не один год, а каждый год. Я просто предложил этот вариант. Я думаю, этот год как-то особенно будет. Найти, наоборот. Он сложный от счастья. И вот нужно как форму консолидации всему обществу сплотиться, найти в себе силы, уделить внимание именно... Это не проблема. Наоборот, найти другие моменты. Как еще всем быть добрее, сильнее, найти форму финансирования даже этих программ. Именно материнство. Именно материнство. Мы очень надеюсь, верю, мы должны ввести перинатальный центр, правда? Это, конечно, прежде всего для девочек, для мам. Конечно. Только для мам. Ну, папа радуется возле этого дела, да. Всегда, когда эти появляются такие... У нас еще есть очень много денег, будем вливать в медицину. Я думаю, что в конце года мы действительно поймем, что вы вкладывали, какой смысл вы вкладывали в этот год. Я думаю, что это публично станет ясно для всех. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. Всего доброго.